Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня покажу как я делала тюльпаны. Тюльпаны из синельной проволоки. Почему я вообще решила попробовать это сделать? Потому что моей дочке совсем скоро день рождения и знаете, собирая я с детьми, мне хочется в принципе с ними чем-то заняться, разбавить мероприятие, немножко творчеством. Я думала рисовать с ними на одежде или же сделать что-то другое и решила попробовать сделать сами цветы синельной проволоки. Подобных видео очень много, как оказалось на ютюбе. Я просмотрела очень много разных роликов, пока где-то туда-сюда что-то делала и на самом деле это очень увлекательное занятие, особенно с детками. Так что если вам интересно, как делать самые простые тюльпаны из синельной проволоки, оставайтесь со мной. Купить такую проволоку можно сейчас в магазине для творчества. Она совершенно разная, она есть блестящая, есть матовая, есть такая меховая. В магазине я сейчас часто их наблюдаю. Дома я такую проволоку покупала в магазине фейкс прайс. Там она тоже есть разная, так что обратите внимание именно на такие магазины. Сама проволока выглядит вот таким образом. Как я сказала, она есть совершенно разная. Я в магазина купила белую, зеленую, несколько оттенков голубого и есть еще вот такая ярких оттенков. Но знаете, мне кажется из каждой проволоки совершенно любого цвета, можно конечно же что-то придумать. В сегодняшней работе я буду использовать зеленую и белую проволоку. Будем делать вот такие тюльпаны. Делаются они на самом деле очень быстро и конечно же просто, что очень важно в работе с детьми. Для одного тюльпана нам понадобится 6 лепестков, следовательно 6 проволочек. Кстати в упаковках они всегда продаются в одинаковом размере. Для одного лепестка я беру одну проволоку и разрезаю ее посередине. Затем две этих части буду соединять по центру. Одной проволочкой просто обкручиваю другую и загибаем все вниз. Теперь делаем так, чтобы они находились друг возле друга и снизу. Та часть, которая получилась у меня самая длинная, я ей просто слегка обкручиваю, загибаю и выгибаю сам лепесток. При желании таким образом можно делать лепестки пошире. Просто возьмите еще одну заготовку проволоки. Вот такие лепестки у меня получаются. На один цветок понадобится 6 таких лепестков. Делаем одинаково. Для самих зеленых листьев я уже проволоку не разрезаю, просто беру две зеленых проволоки и точно таким же образом скручиваю лист. После чего его тоже можно выгнуть в разные стороны. Смотрите самое главное, чтобы проволочки у вас были друг возле дружки. Я сейчас буду делать еще два тюльпана. И чтобы наши тюльпаны можно было поставить в вазу, нам понадобится проволока. У меня вот такая в диаметре. Я даже толком не знаю, потому что здесь идут американские размеры, но по толщине она где-то 0,3 миллиметра. Это я приблизительно то, что помню по своей, что есть у меня дома. Ну и конечно же термоклей. Его можно заменить. Заменить его можно просто ниткой, которой просто прикручиваем свои лепестки к проволоке. Я же, чтобы мне было удобнее, просто использую термоклей. Приклеиваю три лепестка друг возле друга. И затем еще три лепестка рядом между. И в принципе сам цветочек готов. Но, наверное, скажу заранее, можно, конечно же, можно сделать своим тюльпаном еще серединку. Просто приклейте или вклейте туда саму проволоку желтого или коричневого цвета. После того, как я приклеила все лепестки, я начинаю их выгибать, чтобы мой тюльпан был ровный. Форма тюльпана устраивает. Буду подкрашивать. Подкрашивать я буду самыми простыми румянами. Я думаю, что идеальный вариант для того, чтобы подкрашивать свои тюльпаны, это сухая художественная пастель. И можно подкрашивать разным цветом. По поводу масляной нет, так как у нас все-таки пушистый цветочек. У меня есть только румяна. Я беру кисточку и наношу снизу. При желании свои тюльпаны можно подкрасить и сверху или оставить просто в белом цвете. Но мне кажется, переход цвета смотрится очень здорово. Для обмотки своего цветочка для стебля я буду использовать тейп-ленту. Отрываю кусочек и начинаю обматывать. Делаю это очень аккуратно. И еще по поводу самой проволоки, я думаю, что можно использовать проволоку, конечно же, совершенно любую, как я использую во всех своих цветах. Но можно и какую-нибудь трубочку или даже деревянную шпажку для того, чтобы стебель был потолще. И постепенно обматывая, приклеиваю сами листья. Закрепляю снизу тейп-ленту и мой тюльпан готов. Как я сказала, делается очень просто, а выглядит интересно. Моя Милана сказала, что эти тюльпаны будут стоять у нее в комнате. Ну, а на этом все. У меня получились вот такие тюльпаны. Мне нравится, как оно смотрится. Оно становится каким-то очень необычным, что ли. Я привыкла делать тюльпаны из бумаги, из фоамирана. Ну, а тут, конечно же, совершенно разный эффект. Кстати, я думаю, что, наверное, вот эта вот идея создания цветов из разных материалов меня не покидает и постоянно хочется что-то экспериментировать. Ну, на этом все. Я надеюсь, для вас была интересна такая идея. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok